Всем привет. Я рада приветствовать вас на телеканале Мюзик Уйджи. Сегодня мы продолжим изучать старшие арканы Таро. В предыдущем видео мы рассмотрели 5, нет, нет, 6 первых арканов, начиная с дурака и заканчивая иерофантом. И сейчас мы переходим к 6 аркану Влюбленные. Давайте начнем, как обычно, с классической карты. На этой карте мы видим библейский сюжет. Это Адам и Ева. Адам, точнее за его спиной мы видим древо жизни, а за спиной Евы мы видим древо познания. И как мы помним библейский сюжет, Ева взорвала яблоко с этого дерева, потому что змей-искуситель соблазнил ее на это. И что еще мы видим? Мы видим ангела, который парит над героями этой карты на заднем плане. Что еще? Еще мы видим гору на заднем плане. У горы второго есть определенный символизм. И в данном случае гора располагается в центре карты и смотрит вершиной на ангела. И вероятнее всего это означает, что наши герои, они добрались до вершины. Либо это может означать, что перед ними лежит какое-то испытание. Так, хорошо. Давайте теперь посмотрим карту из колоды Тару до того. Здесь мы видим похожую картину. Тоже ангел, два дерева, солнце. Солнце занимает большой объем карты. Это означает ясность, открытость. Также на заднем плане присутствует гора. Так, и мы видим, что Ева лежит на земле возле древа познания. И змей спускается к ней. А Адам протягивает ей руку. Вообще, изначально в колоде Тару на шестом аркане был изображен мужчина, а перед ним было две девушки. И у этой карты было значение влюбленные и выбор. Я так понимаю, что на этом аркане присутствует выбор. Либо сорвать этот плод с древа познания и спуститься из райского сада на землю, чтобы познавать ее и себя. Либо остаться в райском саду. И элемент выбора все еще сохраняется. Так, и теперь посмотрим карту Тару последствий. Мы видим, что змей уже сделал свое дело. И, кстати, змей — это ведь символ мудрости. Это не всегда какой-то отрицательный персонаж. Так, на этой карте мы видим, что Ева, видимо, уже попробовав яблоко с древа познания, протягивает его Адаму. А ангела на небесах держит в руках меч. Ну, вероятнее всего, это означает, что теперь они будут изгнаны из рая. Давайте еще раз посмотрим все три карты. Мне кажется, что значение влюбленных и выбора, оно по-прежнему сохраняется в этом сюжете. Обычно солнце никогда не изображается такого размера. Здесь оно очень большое. Практически мы даже не видим небо, видим только солнце. Это очень хороший знак. Вопрос только, почему Ева лежит на первой карте? Может быть, она просто отдыхала, а Адам увидел, что пришел ангел и говорит, Ева, вставай, нам пора идти. Не вставай, сейчас что-то будет. Мы не должны это пропустить. И ангел на первой карте с закрытыми глазами. А здесь он уже с открытыми глазами. Да, давайте еще посмотрим классическую кауру Каунрайдера Уэйта. Вот так выглядит аркан влюбленный. Так, и давайте я прочитаю свои заметки об этом аркане. Шестой аркан влюбленный. Взаимоотношения, совместимость, гармония, баланс, взаимодополняемость, возвышенность, благословление. Влюбленные на карте стоят между древом жизни и древом познания, а не без одежды. Это означает, что они свободны и открыты для мира. Корни древа жизни и древа познания переплетаются между собой, что может говорить об истинном смысле жизни. Бог хочет познать сам себя. А вдалеке за влюбленными виднеется гора красного цвета. Она симметрична и может показывать баланс и равенство. И женщина и мужчина это частицы Бога просто в разных оболочках. Но они схожи внутри. Влюбленными мы видим ангела с распростертыми руками и благословляющим жестом. Ярко светит солнце, оно занимает все пространство в верхней части карты. Полоска земли довольно узкая. Основная часть карты это яркое чистое голубое небо. Это может означать связь с небом высшими силами и возвышенность пары. А возможность соединиться в отношениях, которые поддерживают самое счастливое, здоровое и лучшее представление себя. Змея символизирует желание поддаться земным искушениям, удовольствием и соблазнам. А ангел побуждает пару предпочесть божественную любовь. Желание удовольствий уравновешено уязвимостью и доверием, поскольку оба прибывают в гармоничных отношениях. Баланс мужской и женской энергии, отношения со взаимным уважением и здоровыми коммуникациями. А еще это может быть выбор между духовной, божественной, платонической любовью и земной, страстной любовью, при которой мужчины и женщины испытывают взаимное влечение друг к другу. Аркан влюбленный может говорить о возможном балате и равновесии между двумя этими сферами. Так. Так. Что ж, давай теперь идем к следующему аркану. Это колесница. Здесь мы видим возничьего колесницы с жезлом в руках. На его голове мы видим корону со звездой, а доспехи украшены месяцами. Также мы видим, что колесница украшает полок из ткани с изображением звездного неба. Опять получается связь с космосом, с астрологией, с интуицией. Так. Здесь мы видим крылья. Связь со стихией воздуха. Перед колесницей лежат два сфинкса. Майкл Джексон до операции и Майкл Джексон после операции. Я, конечно, шучу. Колесница находится в неподвижном состоянии, потому что сфинксы неподвижно лежат и смотрят вперед. Так. И за колесницей мы видим изображение города с крепостными стенами и башенками. В этой карте много потенциала. Мы видим, что возничий уже готовится к тому, чтобы отправиться в путь. И благодаря двум сфинксам можно предположить, что он тщательно оценивает ситуацию и выжидает благоприятный, наиболее подходящий момент для того, чтобы начать свое движение. Так. Еще у него на доспехах такой белый квадратик. Посмотрим, есть ли этот символ на других картах и потом попробуем предположить, что это может означать. Так. Тару до того. Сфинксы здесь, конечно, выглядят не очень привлекательно. Мы видим, что возничий только-только забирается в колесницу. Ну а в остальном здесь все то же самое. И квадрат, кстати, тоже присутствует, но он здесь желтого цвета. Ну что ж, давайте посмотрим. Тару последствий. Какое отличие на этой карте мы видим. Он указывает жезлом вперед. Команда начала движения и видим, что сфинксы, которые до этого лежали, сейчас уже начали движение. Колесница пришла в движение. А левой рукой он как раз таки держится за этот белый квадрат. Это амулет или какой-то, может быть, магический атрибут. Давайте посмотрим еще раз на все три карты. Что же может означать белый квадрат? Белый цвет это символ нового, чистого. Кстати, на этой карте он желтого цвета, а на двух других картах белого. Как бы я это трактовала? Ну знаете, как будто здесь уму возничивало такое рассеянное внимание, он пока еще не сконцентрирован. И амулет еще не начал свою работу. А здесь как будто он уже поднял свой вот этот жезл, перст и включил концентрацию. У него заработал вот этот амулет. И, может быть, он прислушивается к нему и амулет подсказывает ему, когда и куда нужно двигаться. Так же, этот амулет находится на уровне сердца, что может говорить о том, что нужно прислушиваться к своему сердцу и оно точно подскажет, в каком направлении нужно двигаться и когда нужно начинать действовать. И основной цвет карты желтый, это означает, что действие происходит днем. А свет, ясность, ничего скрытого. Ничего скрытого. Так, давайте посмотрим, как выглядит эта карта в стандартной карте. И я прочитаю. Дополнительно свои заметки или бодикарте. Так, еще один атрибут, который я не понимаю. Вот этот вот красный символ. Наверное, это символ колесницы. Это как бы колесо, которое надето на ось. Так. Означение этой карты. Действие под вдохновением. Движущая сила. Намерение. Готовность двигаться и действовать. Астрологический. Прогноз. Ожидание благоприятного времени. Четкий план. Взвешенность. Сконцентрированность. Внимание. И тщательно планировать. Мужчина в броне, в позиции возничив, уже забрался в колесницу. В руке он держит шезл и он готов начать движение. Но ждет благоприятный момент. На карте много отсылок к космосу. Во-первых, звездный повод, который может намекать на то, что звезды подсказывают путнику, куда двигаться. А во-вторых, это корона со звездой и полумесяц с украшающей плечи. Возничий выжидает подходящий момент, чтобы его путешествие было максимально благоприятным. Перед колесницей лежат черный и белый сфинксы, смотрящие в разные стороны и оценивающие обстановку вокруг. Позади колесницы мы видим реку, символ эмоций. Это означает, что прежде чем начать действовать, следует дождаться подсказки интуиции. Колесница просит установить четкое намерение, сфокусировать внимание и планировать действия. Одной решимости недостаточно. Необходимо создать прочное основание и структуру. На карте изображен день, время активных действий и ясности. Сфинксы имеют женскую грудь и держат кончики своих хвостов в лапках. Это говорит об обращении к женской интуиции, чутью и сконцентрированности. Эта карта может говорить о необходимости обращения к астрологу или нумеровку. А также о том, что нужно действовать в соответствии с другими энергиями. Например, лунный календарь. Такое вот значение карты. Колесница. Давайте еще раз осмотрим эти карты. Так, переходим к следующему аркану. Это аркан Сила. Здесь изображена девушка в белых одеждах. Она успешно укротила льва. Наладила с ним взаимодействие. Она совершенно его не боится и полностью подчиняет этого огромного страшного зверя себе, своему намерению. На ее голове и вокруг платья мы видим венки из цветов. А над ее головой символ бесконечности. Так же это похоже на цифру восемь. А это как раз восьмой аркан. А слева от нее на заднем плане мы видим гору. То, что изображено слева, обычно означает прошлое. То, что в середине настоящее, а то, что справа будущее. Это означает, что она прошла какое-то испытание и совладала сейчас в настоящем моменте времени с этим страшным и диким животным. Подчинила себе свою теневую сторону, например. Посмотрим теперь карту Таро до того. На этой карте мы видим эту девушку. Видим дикого страшного зверя, который рычит на эту девушку. Но она не испытывает никакого страха. Она абсолютно спокойна и уверена в своих силах. И так кокетливо заигрывающая она подходит к этому льву. И, вероятно, хочет преподнести ему венок из цветов. И так, теперь давайте посмотрим карту из Таро последствий. На Таро последствий девушка уже совершенно приручила этого льва и обнимается с ним. Лев тоже счастлив. Эта картина напоминает мне, как мы обнимаемся с моим котом. Основной цвет этой карты желтый. Что означает день и ясность, активность. Так, еще раз сопоставим все три карты. Какие мы видим отличия? Здесь у нас лев грозно рычит. И девушка еще находится от него на некотором расстоянии. Видимо, что их фигуры разделены. А здесь лев уже обвивает девушку, но он все еще очень грозно раскрыл свою пасть и куда-то смотрит. То есть еще непонятно, то ли он полностью подчинен ей, то ли через секунду ее захочет сожрать. Но здесь лев уже абсолютно полностью расслаблен и никакой совершенно угрозы не остается. Как победить своего врага? Нужно полюбить его? Тогда он перестанет быть врагом. Или как победить свои вредные привычки? Или те черты характера, от которых вы хотите отказаться, которые вызывают у вас неприязнь. Нужно присмотреться к этим чертам характера и понять, что хорошего они вам приносят. В итоге вы полюбите их и конфликт исчезнет. Так, давайте еще посмотрим классическую карту Райвер Уэйта. Все элементы в целом мы уже рассмотрели. На этой карте девушка закрывает пасть большого страшного льва. Так, давайте я поделюсь своими заметками об этой карте. Сила преодоления препятствий, выносливость, уверенность, мудрость, храбрость, умиротворенность, спокойствие, аккуратность и мягкость. На карте изображена женщина в белом платье, украшенном цветами, что свидетельствует о чистоте ее души и позитивной энергии. Она аккуратно закрывает пасть льву и лев выглядит спокойным и послушным. Женщина также спокойна и уверена в своих силах, поэтому она бесстрашно обращается с более физически сильным и опасным хищником. Над головой женщины мы видим символ бесконечности, напоминающий о том, что наша внутренняя энергия всегда проявляется во внешних обстоятельствах. Если с препятствиями разбираться уверенно и спокойно, то положительный исход будет для всех участников ситуации. Сила просит вас осознавать свои страхи, а не загонять их вглубь и храбро продолжать движение, даже если ваша уверенность пошатнулась. Основной цвет карты желтый – это ясность, полоска земли узкая и земля покрытая мягкой зеленой травой. Вдали пейзажа, в левой части карты, изображена гора, символизирующая препятствия, которое успешно преодолено. Так, карты – сила. Так, и следующий аркан – отшельник. Отшельник изображен в виде старца. В мантии волшебника или монаха. В руках он держит жезл и опирается им о землю. А в другой руке он держит фонарь, внутри которого мы видим, как сияет звезда. На заднем плане мы видим горы, а на земле и на растениях, которые рядом, мы видим снег. Это может говорить о том, что отшельник находится где-то высоко в горах, где лежит снег. То есть он поднялся от обыденной жизни, отдалился от социума, приобщился к духовности и к Богу. И нашел божественный свет, который освещает его путь. Карта отшельника второго до того. Так, мы здесь видим этого же старца, но у него еще нет посоха, а вместо этого змея сложилась в форме песочных часов. Фонарь его еще пуст, и он только-только нашел звезду, которая будет озарять его путь, и ради которой он будет жить. Он находится на вершине горы, так высоко, что, возможно, на заднем плане это даже не снег, а облака. То есть он очень высоко забрался в своем духовном поиске. Рядом с отшельником мы видим фигуру черного, то ли волка, то ли пса. А его посох снова превратился в змею, и он больше не может на него опираться. Второе, все, что изображается черным светом, это, как правило, что-то негативное, в каком-то смысле страшное. Что-то, что человеку мешает, или даже разрушает его жизнь. И здесь мы видим черного пса. Это могут быть, например, сомнения, которые пришли к отшельнику. Здесь вот он опирается прочно на жезлу. У него есть вера, и благодаря этой вере он твердо знает, куда ему идти. И имеет опору в виде жезла. А здесь, возможно, какие-то сомнения прокрались в его голову. И вот уже его жезл снова превратился в змею. И он начал сомневаться, а туда ли он идет. Также это может быть страх. Может быть отсутствие веры. А любое отрицательное, негативное качество. Или, может быть, даже событие. Так, и давайте посмотрим на отшельника. Здесь мы видим отшельника на темно-сером фоне. Это не день и не ночь. Это какое-то пограничное состояние. Все пространство карты занимает небо. Полоска земли очень узкая и погрыта снегом. А сам отшельник в светло-сирой, практически белой одежде. Жезл и звезда желтого цвета. Они помогают ему двигаться на духовном пути. Так, отшельник – это мудрость и уединенность. Духовность, отстраненность, самопознание. Отшельничество, изоляция. Самоанализ, отрешение. Поиск истины и смысла. Воссоединение со своей душой. Медитация, путеводная звезда. На карте мы видим старца, отшельников в светло-серых одеяниях, которые опираются на длинный посох. И освещающий свой путь фонарем идет по заснеженной земле. Все пространство карты занимает серое небо. Нельзя сказать ни время, суток, ни место. Как будто он находится в мире, который мы называем реальным. Стардж много лет, что говорит о его немалом опыте и мудрости. Жезл говорит о наличии у него внутреннего стержня, о свет звезды внутри фоновя, о божественном свете. Свет эльфов обладал волшебной силой и помогал проходить через мрак. Помните, как Галдриэль даровал Фродо свет звезды Эллендиль? И он помогал ему сражаться с орками. На этой карте ничто не отвлекает отшельника от его инициативного пути. Также посох символизирует способность смотреть внутрь себя, полагаться на себя и проявлять невероятное терпение. Да, еще этот отшельник напоминает Гэндальфа. У Гэндальфа тоже был сложный духовный путь. Так, и сегодня последний аркан, самый сложный, наверное, это колесо фортуны. Мы видим, что все три карты практически не отличаются друг от друга. Поэтому давайте будем рассматривать их все три одновременно. и посмотрим, какие есть отличия. На всех трех картах в центре карты мы видим колесо с нанесенными символами. Также мы видим фигуру ангела для человека с крыльями. Фигуру быка с крыльями. Льва тоже с крыльями. И... Наверное, это орел. На центральной фигуре также присутствуют два персонажа. Это сфинкс с мечом в лапах и анубис. На левой карте мы видим изображение солнца и луны. Но там нет ни сфинкса, ни анубиса. А на правой карте помимо анубиса и сфинкса появляется еще обезьянка. Ну что ж, давайте попробуем разгадать эти ребусы зашифрованные в карте в колесо фортуны. Вот так выглядит эта карта в колоде Райдроида. А здесь еще присутствует один очень важный элемент это змея. И так, давайте я прочту свои замены. Потому что у каждого символа на этой карте есть огромное значение. И так, колесо фортуны в общем смысле означает циклы и перемены. Ассоциации фортуна, изменения, смена периодов, смена обстановки, смена времен года, цикличность, движение, вращение, неопределенность, духовный путь. Колесо фортуны, расположенное в небе с четырех сторон, окружено человеком, тельцом, львом и орлом. Эти персонажи из книги пророка Иезекииля. Все они держат книги со священным писанием. Так показана трансформация человека. Человека верующий и исполняющий заповеди. И если он становится монахом, то уподобляется тельцу, потому что несет тяжелые труды. в исполнении монашеских правил, несет тяжелые труды в исполнении монашеских правил и совершает подвиги более телесные. Те, кто исходит в уединение и вступает в борьбу с невидимыми демонами, уподобляются льву. Когда победит невидимых врагов и возобладает над страстями, то уподобляется орлу. Ум его тогда будет видеть все. так станет он духовным и наследует вечное блаженство. Этот отрывок был кратким пересказом из книги пророка Иезекииля. И это говорит о духовном росте человека. Кроме того, колесо на этой карте имеет 80 биц. А это отсылка к восьмеричному пути. Восьмеричный путь Будды это тоже обретение человеком духовности, очищение разума. и обретение свободы от страданий. На колесе также изображены четыре буквы. Буквы Тора расположены против часовой стрелки. Также это анаграмма Таро, если читать по часовой стрелке. Четыре еврейские буквы ЙОД, ХЕ, ВАВ, ХЕ. И четыре алхимических элемента это СОЛЬ, СЕРА, РТУТЬ и ВОДА. Еврейские буквы ЙОД, ХЕ, ВАВ и ХЕ являются тетраграмматоном. Так пишется имя Бога, заменяемое словом Господь. А элементы отсылают к четырем стихиям. Ртуть это ВОЗДУХ, СЕРА это ОГОНЬ, ВОДА это ВОДА, И СОЛЬ это ЗЕМЛЯ. Так же колесо состоит из трех окружностей и трех групп символов. И кроме того, из букв ТАРО можно сложить следующую фразу. РОТА, ТАРО, ОРАТ, ТА, ТОРА, АТОР. Которая переводится как Колесо ТАРО изрекает закон любви. Снаружи колеса располагаются три фигуры. Синий сфинкс, Желтая змея и Красный Анубис. Змея это ТИФОН, Бог зла и разрушения. Он толкает человека вниз и одновременно призывает встать на духовный путь. Анубис представляет позитивное начало, которое помогает подняться по колесу жизни. А сфинкс задает загадки и убивает тех, кто не может ответить правильно. Все ответы находятся в самих вопросах. Сфинкс олицетворяет тайну и содержит в себе саму и ответы на свои загадки. Он со своими загадками мешает вращению колеса. Три окружности, кроме того, могут означать внешний мир, внутренний мир и макрокосмос. Такой сложный смысл заложен внутри этой карты. Все течет и все меняется. Из одного следует другое. Не всегда плохо, если с вами происходит что-то плохое. Потому что, как правило, это бывает толчком к чему-то хорошему. И никогда не нужно забывать, что все в этой жизни и в этом мире постоянно меняется. Сейчас можно заметить, что эти изменения происходят все быстрее и быстрее. Поэтому нужно все время об этом помнить и приспосабливаться. Так, давайте еще раз посмотрим на все три карты. Сложно сказать, какое значение у этих карт. Ну, если предположить, что сфинкс, змея и анубис вращают колесо, то на карте Тауду-Тау это колесо еще не вращается. Оно находится в состоянии покоя. Это может означать как раз таки обратное значение. А именно статичное положение. или как это еще по-другому называется. Сейчас, секунду, я вспомню это слово. А, ну да. Это слово стабильность. Я его, в принципе, уже произнесла. Здесь мы видим, что колесо уже вращается, потому что присутствует змей, который толкает человека на духовный путь. И здесь уже анубис, который толкает его вверх. И сфинкс, который мешает вращению колеса. А вот, а здесь вместо змеи мы видим обезьянку. Что это может означать? А если сравнивать эти две карты, то здесь анубис находится четко внизу. А здесь он, получается, уже начал движение вверх. Движение колеса. Началось. А вот эта вот буква Т, она переместилась сюда. То есть колесо вращается против часовой стрелки. И анубису, получается, помогает вращать колесо. И обезьянка. Она как бы держится и помогает. Обезьянка может означать удачу. Какое-то счастливое стечение обстоятельств. Фортуну, везение, успех. И она своим вмешательством помогает быстрее преодолеть этот вот период сложных испытаний. И оказаться наверху. Вот. Такие значения получаются. Я благодарю вас за просмотр, что вы уделили время изучению карт Таро. Так, мы с вами познакомились еще с пятью старшими арканами. Мы также продолжим изучать старшие арканы. А потом перейдем к младшим. Я думаю, будет интересно. Так что подписывайтесь на мой канал. Присоединяйтесь. Ко мне будем изучать стальные вселенные вместе. Благодарю вас за внимание. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok